И некоторое время я возьму недолгое, чтобы делиться Словом, Словом, которое есть сегодня в сердце, это Слово из Писания, о котором я буду говорить сегодня. И перед тем, как начну читать Библию и местописание, хочу немножко поделиться с вами, знаете, это уже становится хорошей традицией, что в начале каждого служения я делюсь впечатлениями от нашей очередной поездки, от нашей очередной акции. И вчера, знаете, мы также были, я бы не назвал это акцией, мы не посетили так много семей, но мы посетили одну семью, и мы были также в центре, где находятся семьи и женщины, которые скрываются от насилия. Но мы посетили одну семью, которой мы помогаем сейчас, это семья, где двое деток остались сиротами, мама умерла, папа жив, но папа не имеет документов, он и биологический отец, но скорее всего они с мамой жили в гражданском браке, и он не имеет документов, и хочет взять под опеку их старшая сестричка. У нее тоже свой ребеночек есть, и я, если вы видели церковный чат, сбросил видео и фотографии нашей поездки вчера, и я уже рассказывал, что одна семья, которую я знаю, и видел всего лишь один раз этот человек, я заметил его объявление на фейсбуке, он продавал двухъярусную кровать, я позвонил, чтобы купить эту кровать, и он, когда узнал для чего, он сказал, ок, мы отдаем и первый, и второй ярус, мы отдаемся бесплатно, и также мы даем манеж бесплатно, и еще там принадлежности для купания ребенка, пеленальный столик и так далее. Мы ездили вчера и отвезли этим людям эти кровати, и также мы купили недорогой письменный стол, потому что эти двое деток пойдут в школу в этом году, им нужно сидеть где-то за столом учиться, вы знаете, их условия очень скромные, знаете, когда я приезжаю туда, в такие места, я чувствую себя даже как-то немного виноватым, ну, не виноватым, но я чувствую себя как-то так, знаете, я понимаю, что Бог благословляет каждого, и Он дает нам возможности, но когда я смотрю на их нужды, на то, как люди живут, и как дети живут, мое сердце немного так, знаете, сжимается, поэтому это хорошо, вы знаете, и это очень хорошо, что мы это делаем, потому что Иисус сказал нам это делать, и я уже говорил, есть не одно местописание, где Он говорит об этом, и, вы знаете, мы делаем это для того, чтобы, по крайней мере, в этой семье, чтобы они, эти детки хотели, чтобы они могли остаться в этой семье с родными, потому что есть там кто-то, кто хочет их забрать в детский дом, и всегда лучше, чтобы дети были с родными, если родные нормальные, я скажу вам, что я вчера видел папу, он работящий мужчина, работает, может быть, немного неразговорчивый, но тем не менее, и их старшая сестра, на первый взгляд, она довольно хорошая девушка, вот, у нее уже есть ребенок, и ее муж также умер довольно молодым, ей 22 года, если я не ошибаюсь, и у нее ребеночек от ее мужа, но он уже умер, вот, что-то случилось, и мама умерла, поэтому, вы знаете, так вдохновляюще видеть радостные лица, детей, когда они тебя узнают, и радуются какому-то печенью, каким-то конфетам, потому что мы не смогли поехать с пустыми руками, и это так классно, вы знаете, мы можем помочь им, послужить, чтобы они могли остаться в семье, и расти, и иметь будущее, как имеют будущее наши дети, поэтому, да благословит вас Господь, кто жертвует, и мы не заканчиваем, наша основная цель, вы знаете, может быть, это не сразу происходит, но наша основная цель, это нести Евангелие везде, где бы мы ни находились, и я думаю, что мы будем нести Евангелие, но когда мы несем Евангелие, то очень важно, чтобы мы не забывали, что Евангелие, это слово ко спасению, это весь ко спасению, но также Евангелие, оно сопряжено, не только со словами, но также и с действиями, поэтому добро пожаловать, если вы захотите поехать, я думаю, что я не буду ездить всегда, это начало, я думаю, что это произведет у вас большие впечатления, и может быть, большие перемены в вашем мышлении, если вы сможете участвовать в такой акции, но наша цель, чтобы как можно больше из этих людей могли спастись, прийти ко Христу, и чтобы их жизнь изменилась, и также этих детей жизнь изменилась. И вчера мы снова встречались с этой женщиной, которая пострадала от насилия, она в этом центре находится, ее зовут Варя, она армянка, и она очень нуждается в помощи, у нее нет ничего, у нее нет денег, она живет в этом центре, но ей не за что купить еду, мы привозили ей еду, и знаете, она очень скромно вчера попросила нас привезти ей перловки, если можно, но вы знаете, я ее видел три раза, и у меня такое впечатление, что она христианка, она очень настоящая, она очень искренняя, очень такая открытая, и так хотелось бы ей помочь, ей нужна работа, какая-то работа и зацепиться, потому что она находится 30 или 40 километров от Василькова, или 50 километров от Киева, и это все сложно, это село, это центр, но я верю, что Бог даст нам, силы, возможности и мудрость, как помочь, поэтому, если у вас, вы будете знать, что есть место работы, где бы она могла работать, она хороший кондитер, она может работать своими руками, и так далее, но вы знаете, мне кажется, она очень близка к Господу, у меня есть такое сильное желание помочь ей, она даже сказала нам в прошлый раз, я буду в Киеве, я приду в вашу церковь, я буду в вашей церкви, но не из-за этого, а вообще, вы знаете, есть намного больше людей, которые нуждаются в нас с вами, чем мы можем себе представить, и сегодня наш круглозор немножечко расширяется, но он, если мы сможем дать возможность, дать возможность Богу расширить наш круглозор, когда он расширится намного больше, я помню, как Томми Барнетт говорил так, что, как Бог действует, Он показывает тебе нужду, ты видишь нужду и восполняешь ее, и вы знаете, этот дом мечты, который он построил, это было всего лишь так, видя нужду, восполнять нужду, вы знаете, мы призваны не только проповедовать теоретическое Евангелие, но также практическое Евангелие, или Евангелие на деле, а не только на словах, да благословит нас Господь, я ободряю всех вас, чтобы мы, я думаю, что мы достаточно взрослые, чтобы это понимать, и знаете, какие-то маленькие чудеса происходят, и это как подтверждение, знаете, того, что Бог действует, потому что я вижу этих женщин, которые работают в социальной службе, знаете, они как-то сами вдохновляются тем, одна из них психолог, и она сказала начальнику отдела, сказала, Виктор Николаевич завтра позвонит, я знаю, я чувствую в сердце, что он завтра позвонит, и я позвонил завтра и сказал, я не знал, что она так сказала своей начальнице, и сказал, что мы нашли машину, мы готовы перевезти эту мебель, вы знаете, что я обнаружил, что на OLX есть много мебели, которая бесплатна, может она не самая лучшая, диваны, кровати, просто нужно приехать и забрать это, но я, знаете, скажу вам, если бы вы видели в некоторых местах, на чем они спят, и на чем они сидят, и за какими столами они кушают, и с какой посуды вы бы не заснулись, поэтому иногда нам нужно будет просто машина, чтобы приехать у кого-то забрать мебель и отвезти какой-то старенький диван и так далее, благословить кого-то, поэтому вчера это также было очень интересно, мы попросили одного человека, чтобы он отвез нам эту мебель, у него большой гусс, я уже заканчиваю об этом говорить, но у него такой большой гусс, он верующий человек, вот, и маленькая, знаете, такая маленькая мелочь, но очень приятная, и вы знаете, что грузовое такси стоит там 400-500 гривен подача, час первый, и потом 12 гривен километр, и мы где-то проехали 150 километров, потому что мебель нужно было забрать в Буче, потом забрать на Академгородке стол, и потом отвезти часть в Лываху, и еще отвезти в это село, и туда и назад, я думаю, километров 150 он проехал в общей сложности, и это за город, и я думаю, что минимум 2000 гривен мы должны были заплатить за этот бус, а то и до 100 долларов, думаю, по моим подсчетам, 1200 с половиной, вот, но мы готовы были уже идти на это, потому что эти люди нуждаются, и там комиссия, и они на грани, что касается их детей, и вы знаете, когда мы отвезли, разгрузились, он помог разгрузиться, оказался он верующий человек, он баптист, он сказал, хорошее дело делайте, я не возьму ни копейки, я говорю, возьмите хоть на бензин, он сказал, я категорично не возьму ни копейки за это, это не моя работа, просто меня попросили, у меня есть транспорт, я это сделал, поэтому я пожал ему руку, сказал до свидания, и он поехал. Так что, вы знаете, это удивительно, это классно, что люди проникаются, потому что я понимаю, что это правильное дело, которое мы можем делать. Так что будем продолжать, и фотоотчет мы уже сбросили, тогда сбросим еще какую-то информацию, отчет финансовый, чеки, все очень прозрачно, все понятно, вот, и пока у нас еще есть деньги, мы не просим жертвовать, ну, если вы очень хотите, можете пожать вот на карту Монобанк, вот, но пока у нас еще есть деньги на одну акцию, как минимум, и тогда мы скажем, когда уже нужны будут средства. Поэтому классно, вы знаете, есть такая радость от этого, не только от этого, но в частности от этого, что мы можем делать это дело, и мы делаем это вместе, и вы знаете, мы можем думать о том, что из этих людей могут начаться домашние группы, церкви и так далее, но Господь усмотрит все, поэтому мы заинтересованы, чтобы не только люди получили продуктовые пакеты, но чтобы появился контакт, и это очень важно, чтобы иметь влияние на этих людей, чтобы они стали верующими людьми. Мне пару дней назад, когда мы ездили, это начальник отдела из соцслужбы, она рассказала, что одна женщина, она была там алкоголичкой, у нее много детей, неблагополучная семья, и все такое, и все такое, и все было ужасно, и она сказала, а почему бы и нет, это очень хорошо, она перестала пить, она перестала гулять, она перестала без разбору рожать детей, там, ну, знаете, такое у них все беспорядочное это происходит, а я спросил, почему, она сказала, она пошла в церковь, она стала верующей, и она пошла в такую церковь, как наша, ну, имеется в виду такую харизматическую церковь, и ее жизнь изменилась, и она сказала, это очень хорошо, она чисто выглядит, она следит за собой, она следит за детьми, и ее жизнь изменилась. Так что мы хотим не только дать им продукты, но чтобы их жизнь тоже изменилась, поэтому, да поможет нам Господь в этом, этим не только я буду заниматься, но я думаю, что те люди, в чем сердце это будет, это наше совместное дело, это одно из видений, о котором Иисус сказал, что мы можем делать. Хорошо, на этом завершу, краткое мое, так, может быть, не совсем краткое послание, но об этом, но хочу поделиться словом, и знаете, я сегодня хочу говорить об одной вещи, которая является очень важной, вы знаете, сразу скажу, что это не совсем приятная штука, и нам это не очень нравится, но мы не должны в этом смысле думать, что есть что-то, что нам бы не очень нравилось, но это нам не нужно, это нам очень нужно. В Евреям 11 глава 1 стих написано, что вера же есть осуществление ожидаемого, и уверенность невидима. Я не буду сегодня говорить о формулировках веры и о вере в классическом смысле слова, но мы все понимаем, что без веры угодить Богу невозможно. Наша жизнь, она связана со Христом, она связана верой с Богом, и наши отношения с Богом, они связаны верой, и наша жизнь, это жизнь веры каждый день. То апостол Павел говорит в этом месте Писания, Евреям 11.1, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидима. Я сегодня хочу говорить об одной вещи, которая здесь есть в этом стихе, которая может быть на первый взгляд не самая главная, когда мы читаем этот стих, но я хочу говорить об ожидании. Можете повторить слух и сказать ожидание. Вы знаете, мало что может быть менее желаемым, чем ожидание. Никому не нравится ждать. Само ожидание, это вещь, можно сказать, не совсем приятная. Но об этом написано в Библии, и я прочитаю книгу притчи 10 глава 20... 28 стих. Знаете, что там написано? Здесь есть праведные люди? Если я вас вижу в экране, вы можете сделать так? Если вы праведные, вы верите, что вы праведные. Галина Васильевна, Эльмира, Татьяна Павловна. Я тоже праведный. Мы спасенные, праведные люди. Здесь написано в 28 стихе. Ожидание праведников радость. Вау. 11 глава, 23 стих. Написано. Желание праведных одно добро. Ожидание нечестивых гнев. Знаете, ожидание праведных радость. Ожидание нечестивых гнев. Но все равно я бы сказал, что мало кому нравится такое состояние. Не просто понятие, но состояние, как ожидание. Знаете, не хочется даже об этом много думать, но последние 65, по-моему, дней. Или 67, кто точно знает. По-моему, точно 60 с чем-то дней мы находимся в состоянии карантина. И знаете, это такое состояние, когда жизнь как-то вроде как замерла, остановилась. Не у всех, конечно, но многое, что изменилось, многое, что остановилось. И знаете, вот мы находимся в состоянии ожидания. Я недавно с кем-то разговаривал, и этот человек мне говорит, слушай, я уже думал, что вот я завтра выйду на работу. А получается, я завтра еще не могу выйти на работу. Ну сколько можно сидеть дома? Знаете, когда мы работаем, мы хотим посидеть дома денек-другой, чтобы отдохнуть, правда? Но никто не хочет сидеть дома 65 дней или 90 дней отдыхать, когда нет работы и нет денег. И это все немного так сложновато, вы знаете. Я к слову, я сегодня не буду говорить о карантине, я сегодня говорю об ожидании. И знаете, немногие люди, немногие из нас, если вообще есть такие люди, готовы, знаете, добровольно жить такой жизнью, что мы испытываем воодушевление, у нас есть надежда, мы во что-то верим, мы ожидаем осуществление ожидаемого, вот мы ожидаемого, вот мы ожидаем, и в этом наша вера, но после этого мы испытываем некое крушение надежды, и нам кажется, что это уже никогда не произойдет. Сколько можно ожидать? Написано в Писании, в притче 13 глава, 12 стих, что надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. Знаете, у нас есть надежда, и я не только говорю о нашей надежде на вечную жизнь, на встречу со Христом, я говорю о нашей повседневной жизни, и есть много обещаний, обетований, которые Господь нам дал, и мы верим с вами о многих вещах, вот, и мы чего-то ожидаем. Знаете, бывает, что мы ожидаем очень долго тех вещей, которые по-настоящему драгоценны, и кажется так, что мы, чем, знаете, чем важнее вещь, чем важнее то, о чем мы молимся, чем глубже то, о чем мы верим, тем кажется, что мы дольше этого ждем. Потому что, знаете, когда мы ожидаем, это такая штука, когда наши надежды могут возноситься, или, как бы, знаете, может быть, на пике надежды, воодушевление, и вот-вот-вот должно произойти, и проходит время, и потом наша надежда идет вниз, знаете, мы, знаете, мы, как бы, наша надежда может возноситься и умирать, и оживать сотни раз, пока мы ожидаем. И кому-то, может быть, это не нравится, мне тоже это, может быть, не очень нравится, но вы знаете, я хочу вам сказать, что Писание говорит, что вера есть осуществление ожидаемого. Потому что, когда мы ожидаем, мы ожидаем долго, например, молимся о чем-то, молимся о детях, молимся о тех вещах, которые мы хотим получить в своей жизни, знаете, всегда мы ждем что-то в этом мире, в этой жизни. Например, кто-то ждет супруга или супругу, кто-то ждет хорошую работу, кто-то ждет ребенка, кто-то молится за ребенка и не может получить ответ. Ответ, помните, как Анна молилась, первая книга царств, по-моему, первая глава описывает, она молилась много лет и не могла иметь ребенка, и это было ожидание. Кто-то ожидает блудного сына или дочь, который поступил как блудный сын в Писании, и кто-то ожидает освобождения от депрессии, кто-то ожидает финансовой свободы, кто-то борется с тем, с другим и с третьим, знаете, всегда мы ожидаем чего-то и молимся, и верим. И иногда, знаете, когда мы ожидаем долго, то нас сопровождает чувство удрученности, чувство подавленности. Иногда для кого-то это становится, знаете, таким довольно частым попутчиком, который появляется на пути нашего жизненного следования, нашего жизненного путешествия. Вот. Но, знаете, что я скажу вам, что ожидание, может быть, мы даже не думали так, но скажу вам это сегодня, что ожидание погружает нашу веру в огонь. У нас есть вера, у нас есть обиталание. Мы получили слово, мы провозгласили это, мы верим об этом, Господь нам сказал об этом, но это не происходит сегодня, завтра, послезавтра, месяц, другой, третий, четвертый, пятый. Дети не спаслись, их жизни не изменились, или еще что-то не изменилось. Вы знаете, долгое время, и вот есть одно место, написано, что плавильное для серебра, горнило для золота, а сердца испытывает Господь. И вот что происходит? Происходит это время, ожидание, когда происходит испытание нашей веры. И знаете, вот это ожидание, может быть, долгое или достаточно долгое, оно погружает нашу веру в огонь. Но, вы знаете, ожидание, с другой стороны, оно обладает очень важным потенциалом. И этот потенциал может изменить нас к лучшему, может, безусловно, изменить нас к лучшему. И один человек сказал, я процитирую, мне так понравилось это выражение, он сказал такие слова, суть ожидания не в том, что вы получаете в итоге. Суть ожидания заключается не в том, что я получаю в итоге, но суть ожидания заключается в том, кем я становлюсь в результате того, когда я ожидаю, в результате тех вещей, которые происходят, когда я ожидаю. Потому что Господь, простите меня, что я скажу это, но Господь готов использовать этот огонь ожидания, чтобы развить нашу веру, чтобы, знаете, растопить наши шлаки, чтобы вывести нас измененными и очищенными. Я прямо слышу, как вы говорите «Аминь», как мы в церкви. Я остановился, я просто слышу, как вы говорите «Аминь». Если мы оказались и мы оказываемся, мне кажется, наверное, нет ни одного человека, который слушает меня сегодня и сказал, что я ничего не ожидаю, у меня все, я ни о чем не молюсь. Но тогда вы можете просто попить кофе, послушать, но если у вас есть, вы находитесь в состоянии ожидания веры, вы верите и молитесь, вы не получили ответ на свою молитву, вы не получили еще ответ от Бога. Я сегодня хочу поделиться несколькими вещами, что нам нужно делать. Вы знаете, самая главная вещь, которую нужно делать, когда ты ожидаешь. Знаете, если, например, мы приезжаем в аэропорт или приезжаем на ЖД вокзал, или мы путешествуем, и вот мы приезжаем в аэропорт, и мы прошли регистрацию, паспортный контроль. Я нервничаю, я не люблю пить кофе в аэропорту, знаете. Но в основном люди что делают? Ожидают, сидят, там есть в этой зоне кафе, разные там сладости, всякая еда, кофе, напитки и так далее. И вот у человека остается полтора-два часа или час до вылета и так далее. Сколько-то времени он берет, покупает чашку кофе и сидит, просто общается с женой, с друзьями, с попутчиками, или сам сидит в смартфоне или в гаджете, смотрит в интернет. И вот что он делает? Он ожидает, он ожидает вылета самолета, он слушает внимательно, когда объявят рейс такой-то и такой-то, пожалуйста, пройдите к стойке регистрации на вылет, посадку, на посадку в самолет. Вы знаете, мы все ожидаем чего-то, и мы хотим услышать, что этот звук прозвучал, кто-то сказал, настал твой час, настало твое время, вот это время, ты получаешь ответ. Нет, это приходит, ты молился многие годы, ты верил многие годы или долгое время, и сейчас это происходит. Что нам нужно делать? Как мы ожидать? Мы пьем кофе, гусем семечки или просто болтаем. Я думаю, что, конечно же, не 24 часа в сутки, но есть одна вещь, которая является очень эффективной. Это молитва. И знаете, когда мы ожидаем, нам важно поливать свои посевы молитвой. Я сегодня хочу сказать о нескольких молитвах, которыми нам нужно обращаться к Богу, когда мы ожидаем. Первая молитва, которой мы молимся, или было бы классно молиться. Может быть, вы верите за что-то уже много лет, и это еще не произошло. Может быть, вы уже сто раз разочаровались, сто раз приняли решение верить снова. Есть одна очень важная молитва. Это молитва, чтобы Господь укрепил и помог, или послал терпение, и дал возможность нам, или укрепил мое терпение, чтобы я мог ждать в терпении. Колоссянам 9 глава, вернее, 1 глава с 9 по 11 стих написано, посему и мы не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, укрепляясь всякой силой по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью. Вы знаете, почти каждая сфера современной жизни обучает нас искусству нетерпения. Мы с детства научены нетерпеливости и нетерпению. Но когда мы пришли ко Христу, мы поняли, что терпение – это плод духа. Терпение – очень важная составляющая. Это вторая нога нашей веры. Это то, на чем мы стоим. Знаете, наша культура, наши медиа и так далее, они культивируют, общество культивирует в нас вкус к удобству, комфорту, к мгновенному удовлетворению наших нужд. Знаете, я еду за рулем, посмотрел рекламу, я захотел, я прямо сейчас хочу этот новый телефон. И знаете, наши дети говорят, папа, я хочу 11-й айфон. Тебе надо подождать, сколько мне нужно ждать? Тебе нужно подождать, пока ты вырастешь и заработаешь, и купишь себе 11-й или тогда уже 21-й, я не знаю, какой будет. А сегодня я куплю тебе простой айфон. Нет, я не хочу ждать столько лет и работать. Я хочу купить именно этот айфон и именно сегодня и так далее. Знаешь, но когда он ждет, работает и развивается, проходит время, и он кем-то становится. И знаешь, когда он уже способен купить 21-й или 25-й айфон, или какой он там будет, то он уже 20 раз подумает о том, купить его или нет, потому что он сам заработал эти деньги, и они ему не просто так дались. Вы знаете, ожидания нас приучили к комфорту, мгновенному удовлетворению, сиюминутному наших нужд и желаний. Поэтому, знаете, когда Бог говорит нам подождать в каких-то вопросах, например, в вопросе брака, в вопросе работы, исполнения какой-то мечты, Бог говорит нам, подожди немножко, чуть-чуть дольше. И знаете, это дольше, чем мы себе запланировали, дольше, чем мы захотели, чем мы предполагали. Как нам, знаете, это нас начинает раздражать, это нас начинает немного напрягать. Как это? Как я могу столько ждать? Моя жизнь проходит, я не могу столько ждать. Знаете, как нам не уподобиться? Это хороший вопрос. Народу Израиля, который был в пустыне, знаете, которого Господь вывел из пустыни, в пустыню и вел в обитованную землю. И знаете, что написано? Почему я говорю о народе Израиля? Это все о них. С нами все норм. Да, не всегда, но число 21 глава, 4 и 5 стих написано. «Стал нетерпеливым на пути и говорил против Бога». Вы знаете, народ Израиля на пути и стал нетерпеливым. По пути к обетованию Божьему они потеряли терпение, они раздражались, они гневили Бога, они наезжали на Моисея. Они говорили, да мы тебя сейчас, ты такой-сякой, ты нас вывел, куда ты нас ведешь? Они стали, знаете, такими жесткими. Нам нужен Бог, чтобы укрепить наше терпение. Терпение, как показывает нам Писание и как говорит нам Павел в его молитве в Колоссянах, о послании Колоссянам, то, что мы прочитали с вами в начале этого, что это не слабость людей, у которых нет воли получить что-то и добиться того, что они хотят. Не терпение, это способность продолжать проходить трудности, преодолевать ныне, еще что-то очень важное скажу, запомните это, мы еще коснемся этого, и игнорировать обходные пути с сердцем веры, когда в нашем сердце сохраняется вера, и в наших устах сохраняется хвала и радость. Терпение – это сила Иосифа, который провел лучшие годы своей жизни в тюрьме и в рабстве. Вау! Что мне это не нравится? Иосиф провел лучшие годы своей жизни в тюрьме и в рабстве. Нет, лучшие годы жизни были при фараоне. Да, потом, но молодость свою – лучшие годы своей жизни. И знаете, что он сказал? В Битие 5, 50, глава 20 стих написано. «Бог обратил это в добро». Вы знаете, терпение – это не только сила Иосифа, но терпение позволяет нам смотреть на все разочарования и окольные пути. И говорить Богу, я не знаю, что ты делаешь, Отец. Я не хочу быть на этом месте. Мне не нравится находиться в том, чем я нахожусь. Это доставляет мне дискомфорт. Я никогда не думал, что окажусь здесь. Но ты мудр и благ. И я верю, что ты планируешь нечто замечательное, ты планируешь что-то очень важное. Сделай меня сильным. Укрепи меня, чтобы я мог ожидать, ожидать в терпении. Вы знаете, когда мы находимся в состоянии ожидания, когда вы ожидаете от Бога что-то, вам нужно терпение, мне нужно терпение, нам нужно молиться о терпении. Оно не просто приходит так, оно вырабатывается в нас. Когда ожидание, как огонь, в который помещена наша вера, наша надежда, наше упование. И знаете, когда это все греет нас со всех сторон, нам нужно терпение. Нам нужно молиться, Господь, дай мне терпение. Молитесь о терпении. Вторая вещь, которая очень важна, о чем важно молиться, чтобы Господь нас, если можно так сказать, пробудил жить сегодняшним днем. Псалом 117, 24 стих написано, сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в онный. Вы знаете, что? Этот день в вашей жизни сотворил Господь. В моей жизни этот день сотворил Господь. Сегодня суббота, 20 какое, кто не скажет? 23 мая. Этот день сотворил Господь. И здесь написано, возрадуемся и возвеселимся в онный. Знаете, когда мы ожидаем чего-то очень важного, мы молимся о чем-то очень важном. Это может привести нас к тому, что мы, знаете, внутренне на чемоданах, мы живем в двух мирах. Знаете, мы как бы присутствуем здесь, но сердце наше уже покинуло давно, настоящий момент. Мы желаем туда, того, что мы ожидаем. Мы хотим быть там. Мы собрали чемоданы, разбили палатку в нашем будущем, ментально, эмоционально, в стране нашей будущей жизни. И это неплохо. Мы ожидаем этой страны. Мы ожидаем этого места. Мы ожидаем, и я не говорю в смысле о вечности, я говорю о том, что Господь обещал нам, что будет в будущем, в следующем шаге. И мы продолжаем делать необходимые шаги. Но мы ожидаем, не ожидаем, что сегодняшний день уже навряд ли принесет нам чего-то хорошего. Написано, возрадуемся и возвеселимся в онный. Потому что этот день в вашей жизни, то ли это карантин, то ли это депрессия, то ли это дождь на улице, и холодный май, и что бы это ни было, этот день сотворил Господь. Мы возрадуемся и ввеселимся онный. Мы нуждаемся в том, чтобы Бог пробудил нас для сегодняшнего, чтобы ожидая, живя ожиданием, живя верой, мы жили в сегодняшнем дне. Потому что сегодня милосердие Божие обновилось с восходом солнца. Сегодня небеса проповедуют его славу и красоту, как написано в 18-м псалме. Сегодня Бог повторяет историю своей любви. Это правда. Сегодня у нас есть крест, который мы должны брать. Не просто браться, но брать и нести. Взяв крест свой, следовать за ним. Сегодня у нас есть люди, которых надо слушать, выслушать. Сегодня есть люди, которым нужно служить, которых надо прощать. Сегодня у нас есть хорошие дела, которые должны сделать, как написано в 2 главе, 10 стихе. Неважно, знаете, насколько мирским и приземленным, или даже далеким от мира наших желаний, наших устремлений является то, в чем мы живем сегодня. Но это тот день, который сотворил Господь. Это тот дар, который Он нам дал. Даже если бы мы хотели получить в дар нечто совершенно другое, намного лучшее. Даже ожидая, можно радоваться и веселиться сегодня. Как написано, возрадуемся и веселимся в онный. Вы знаете, нам нужно молиться, когда мы ожидаем. Господь, научи меня радоваться тому, что есть в моей жизни сегодня. Научи, пробуди меня к сегодняшнему дню. Я знаю, что есть лучшее в будущем. Ты мне сказал, я это получу, я в это войду. Но сегодня день спасения. Сегодня время благоприятное. Сегодня день сотворил Господь. Будем радоваться и творить Его дела. И это молитва, которой мы молимся, Господь, пробуди меня к сегодняшнему дню. Не дай мне жить только в мечтах. Не дай мне только жить в желаниях. Но помоги мне делать что-то важное сегодня. Третье, о чем важно, думать, молиться и размышлять, когда мы ожидаем. Первое, мы говорили о терпении. Второе, чтобы жить сегодняшним днем и пробудиться к сегодняшнему дню. Не жить где-то в мечтах, но жить в реальной жизни. И делать реальные дела. И служить реальным служением Господу и людям. Третье, что очень важно, это молиться молитвой и говорить, Господи, удержи меня от глупостей и удержи ногу мою от глупых решений и кратких путей. Например, Исайя 30 глава, 15 стих. Мы как-то читали местописание, это не так давно, но вы знаете его. Здесь написано, это я повторю снова. «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». Знаете, что я хочу сказать сегодня? Наш мир и тот мир, в котором мы живем, он просто изобилен. Он полон чего? Он полон глупыми, кратчайшими путями. Что такое кратчайший путь? Это возможность покинуть узкий путь, который ведет жизни, на путь и переместиться на путь, который успокаивает нашу плоть. Вы знаете, когда мы ожидаем чего-то долго, знаете, если мы находимся в таком длительном сезоне ожидания, мы можем прийти к неправильному выводу. Вы знаете, потому что вдруг мы начинаем понимать, что короткий путь становится таким очевидным. Все можно сделать намного проще. Зачем верить, молиться, поститься? Просто есть намного короче путь. И знаете, когда мы ожидаем, глядите на это, кажется нам, это же очевидно. Вы знаете, очевидно не значит правильно. В Заченном Писании есть определенное количество примеров и персонажей, о которых говорит Библия, которые покинули, им надоело ждать, и они покинули. И это было связано с большими проблемами в их будущем. Например, Авраам с Сарой ждали ребенка, и Сара сказала Аврааму, слушай, ну ты же старикан, ты уже старенький. Ну, по крайней мере, ты не первой свежести. Давай, пока все еще норм, пойди, переспи со служанкой, и хотя бы так у тебя будет потомство. Они ждали 25 лет Исаака. И знаете, вот то, что они сделали, это принесло им кучу проблем. Они пошли коротким путем, очень коротким путем, казалось бы, действенным. И знаете, целое поколение людей, ходящих по пустыне, устало ждать, пока Моисей спустится с горы Синаи, пока там Бог что-то сделает и скажет. Все это долго, все это так сложно, все это как-то... Давайте все сделаем попроще. Давайте, собираем золото, драгоценные камни, разжигаем огонь, отливаем себе какое-то там изображение тельца или какого-то там идола. И начинаем поклоняться ему. Они решили, что сами создадут себе Бога. Вы знаете, царь Саул, пока Самуил придет, ожидал его, потому что пророк должен был прийти перед сражением. Но он должен был принести жертву перед битвой, но он не дождался. Он решил, что сам сыграет роль священника. И какой плачевный результат. Как все плохо закончилось. Он сказал, Господь ему сказал, бунтовство, непослушание такой же вверх, как и колдовство. Зачем ты так сделал? Вы знаете, он взял на себя роль священника, потому что ему казалось, люди разбегаются, все плохо, нужно спасать ситуацию. Есть короткий путь, я сейчас принесу жертву. Он не имел права это делать. Израильтяне ожидали, что Бог избавит их от вражеских армий. И они уже устали ждать. И что они сделали? Они попросту пошли купить себе, заплатили египтянам за помощь. И вот это местописание, которое мы прочитали с вами из Исаии. Господь упрекает их и говорит, вы оставаясь на месте и в покое, вы бы спаслись. Вам не должно было сидеть. Ты знаешь, так сложно ожидать, когда тебя подрывает. Когда под тобой что-то взрывается. Когда ты не можешь сидеть на месте. Когда внутри тебя что-то кипит. Нужно иметь доверие Богу, упование. И быть уверенным в Его слове и обетовании, что Он силен и исполнит обещанное, как написано об Абраме. Будучи вполне уверен, что Он силен и исполнит обещанное. Знаете, нам нужен Бог. Нам нужен Бог. У нас есть свои собственные короткие пути. Незамужняя женщина решает понизить свои стандарты, вместо того, чтобы ждать достойного мужчины. Верующий, который ищет какую-то священную пилюлю или метод для освящения. Вместо того, чтобы посвящать себя средством благодати и изменяться и жить жизненно освящением. Или любой из нас, который мечтает о другой жизни, вместо того, чтобы благодарить Бога за то, что у нас есть. Мы находим быстрые пути. Вы знаете, нам нужен Бог, чтобы удержать нас от легких путей, от глупых путей. Нам нужно, чтобы Бог сказал нам, как когда-то Он сказал своему народу через Исаию, что наше спасение состоит в том, чтобы вернуться и пребывать в покое, а не в том, чтобы мчаться куда-то и идти на компромисс. Наша сила в тишине и спокойствии, а не в мечтах и фантазиях. Еще одна молитва. Я уже заканчиваю, буду еще пару минут. Господь, пожалуйста, помоги мне ожидать то, что Ты приготовил для меня, будущее, которое Ты приготовил для меня. 1 Петра 2.9 написано, «Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы и в чудный свой свет». Вы знаете, когда мы вырастаем, когда мы растем в начале нашей жизни, начинаем взрослые, мы невольно в наших мыслях, в наших умах, мы пишем книгу. Что мы делаем? Мы пишем книгу, как нужно читать историю нашей жизни. Мы выделяем главы, ожидая время, когда начнем карьеру, подойдем к алтарю, чтобы обмечаться, к брачному алтарю, когда родим детей. Вы знаете, для многих из нас происходит следующее. Очередной год нашей жизни бросает очередную главу нашей книги в огонь. Кто-то не слышит звук, пожалуйста, показывай. Антон, сделайте, добавьте звука, пожалуйста. Очередная глава нашей жизни бросается в огонь. Ожидание. Что-то происходит. Нам нужен Бог. Чтобы помочь нам захотеть то будущее, которое у Него есть для нас. Будущее, которое Он написал нам в своей мудрости. Вы знаете, чему учит нас время ожидания, если мы принимаем этот вызов для себя? Время ожидания учит нас, что мы должны отказаться от роли автора своей собственной истории. «Я не автор, и ты не автор». Но я беру на себя роль персонажа в божественной истории, в Божьей истории. О чем эта книга? Это книга о том, что Бог есть автор, а я всего лишь действующая роль. У меня есть роль в истории Божьей. И как христиане мы знаем, как здесь и написано, что основная наша роль состоит в том, чтобы возвещать его совершенство. Иногда Бог призывает нас, хочу, чтобы вы услышали это. Мы призваны возвещать о Боге нашей жизни. Иногда Бог призывает нас возвещать о себе из тех мест, которые исполнены изобилия, в котором мы живем. Времена изобилия, места изобилия. И мы говорим об этом, мы провозглашаем это, мы утверждаем это. И мы говорим, чтобы сказать, что именно Бог, именно Он, а не Его дары, являются самой большой нашей наградой. Но, что интересно, в других случаях Бог призывает нас возвещать свои совершенства. Почему я так думаю? Здесь написано, в первом послании Петра 2.9, призвал нас, мы в чудный свой свет, чтобы мы возвещали совершенство. Иногда мы возвещаем совершенство из хорошего состояния, из победного времени, процветания, благословения. Но в других случаях Бог призывает нас возвещать Его совершенство из места ожидания и нужды. А что такое может быть? Конечно, да. Вместо ожидания и нужды, в которых мы живем. И мы говорим об этом, чтобы показать, что самого Бога, несмотря на то, что Он удерживает от нас что-то, все равно более чем достаточно для нас. Когда у нас все хорошо, мы говорим, что Бог важнее дорог и того, что Он дает. Он, Он, Он мой Бог. Но когда у нас недостаток и нужды, мы возвещаем, что даже если у меня чего-то нет, Он все равно более чем достаточен для меня. Вы знаете, как бы мы не были разочарованы своими собственными сюжетными линиями своей жизни, мы играем свою роль как персонажи в нашей жизни, и зная, что автор наш, это наш Господь, Он управляет окончательным сюжетным поворотом. Он является тем, кто знает все. Написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Потому что Бог, который спас мир через крест, опустошил могилу, который воскрес, Иисус, который воскрес, Бог воскресил своего Сына, Он знает, как взять наши неудачные истории и превратить их в что-то особенное, что-то прекрасное, что-то благословенное. Наша роль заключается в доверии Ему и прославлении Его, когда даже мы не в состоянии понимать и видеть то, чем все закончится. Мы не знаем, чем все закончится. Итак, Господь, сделай так, чтобы я желал будущего, приготовленного Тобой для меня. Не моего решения, не моего варианта, но Твоего будущего, приготовленного для меня. Итак, и последнее, что я скажу, и мы помолимся. Господи, напомни мне, что я жду, чего я жду на самом деле. Что я на самом деле жду. Исайя, 25 глава, 9 стих написано так. И скажет тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Все есть Господь, на Него уповали мы. Вы знаете, пятая вещь, как мы молимся во времена ожиданий, во времена, когда наша надежда появляется и исчезает, во времена, когда огонь ожидания, возможно, изменяет нашу веру. Но к лучшему, я надеюсь, когда наши шлаки уходят, и когда мы меняемся, как мы молимся. Я говорю уже о пятом. И, как я говорил раньше, что в этом мире, мы всегда чего-то ждем, живя этой жизнью, мы ждем чего-то. Супруга, работа, ребенка. Возвращение детей, глудного сына, освобождение от депрессии, финансовой свободы, решение материальных проблем, что бы ни было. Но для христианина есть такой, знаете, дрожь и трепет ожидания перед чем-то большим. Мы ожидаем чего-то лучшего, чем то, что может предложить этот мир. Глобально мы ожидаем намного лучше. Мир не может предложить этого. 2 Петра 3.13 написано, что мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает Франка. Мы ожидаем, этого мир не может нам предложить. Мы ожидаем нового тела, окончательно избавленного от смерти и твения. В римлянном в основе главе написано об этом. Вау! Мы ожидаем нового тела, избавленного от смерти и твения. Мы ожидаем новой силы, когда грех потеряет последнее влияние на нас. И он не сможет на нас влиять. Мы ожидаем нашего царя, Иисуса Христа. Мы его ожидаем. Давайте не будем забывать об этом. Один взгляд в его лицо. Излечит каждого от печали. И изгонит печаль навсегда. Один взгляд в его глаза. Одно слово из его уст поглотит всякое разочарование этой жизни. Один миг в его присутствии бросит всю нашу боль. Пучины. Вы знаете, нам нужно, чтобы Бог напоминал нам о том, что мы действительно ждем. В основании нашего ожидания в этом мире есть надежда. И эта надежда не может разочаровать. Однажды и очень скоро придет наш царь. И Писание говорит, никто, ожидающий его, не постыдится. Итак, это пятое. Когда мы находимся в состоянии ожидания, мы молимся. И мы говорим, Господи, напомни мне, чего я на самом деле жду, что я жду на самом деле. Я не знаю, ждете вы этого или нет. Но Писание говорит, искажет этот день. Вот он, Бог наш. На него мы уповали. Он спас нас. Сей есть Господь. На него уповали мы. Писание 25 главы. Итак, ожидание не самая лучшая вещь, не самая приятная. Я думаю, что это наиболее нежелаемое состояние, в котором мы можем находиться. Но, к сожалению или к счастью, к сожалению по-человечески, к счастью по-божески, мы этого избежать не сможем. Никто не гарантировал, никто не говорил нам, что мы избежим этого. Поэтому, когда мы находимся в состоянии ожидания, мы верим о чем-то Богу. И есть много вещей, о которых мы верим. Мы молимся и говорим, Господи, укрепи нас, чтобы мы могли ходить в терпении. Дай нам Твое терпение. Пробуди меня, пожалуйста, к сегодняшнему дню, чтобы я не жил только мечтами, но чтобы я жил сегодня и служил Тебе, благословляя Твое имя. Удержи меня от глупостей, от коротких путей, от искусственных заменителей, но научи меня идти за Тобой. Четвертое. Сделай так, Господи, чтобы я хотел и ожидал будущего, приготовленного Тобой. Чтобы я ожидал того, что Ты приготовил. Нахожусь ли я в лучшем состоянии. Это место исполнения и изобилия, в котором я живу сегодня. Или это другое место. Это место нужды и ожидания. Я сегодня прославляю Твое имя. И я сегодня говорю, что Тебя достаточно для меня. Ты мой Господь. И пятое. Это молитва. Господи, напомни мне того, что я жду на самом деле. Я сегодня хочу помолиться с Вами. Я сегодня хочу помолиться с Вами, дорогая церковь, этой молитвой. И я сегодня хочу сказать, что наши ожидания не тщетны. Наши молитвы не тщетны. Но Бог за нас. Бог за Тебя. Но я хочу помолиться, чтобы, проходя это время, находясь в ожидании, когда мы ожидаем Бога, Его действия, ответов, изменений в нашей жизни, чтобы мы могли уповать на Господа, чтобы мы могли жить в терпении, чтобы мы не ходили короткими путями во имя Иисуса Христа, чтобы мы могли в сегодняшнем дне уповать на Бога и служить Ему, и наслаждаться сегодняшним днем, который сотворил Господь. Господь, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за Твое Слово. Я благодарю Тебя. Все мы находимся в состоянии ожидания чего-либо, Господь. Мы молимся и верим о каких-то вещах, которых мы просили, мы получили ответ в Слове, Господь. И мы стоим в вере, мы стоим на Слове Твоем. И Ты сказал, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Вера это есть то, что мы ожидаем того, что не видим, Господь. И сегодня мы молимся, чтобы в нашей жизни было терпение, чтобы, Господь, это не самое лучшее состояние, ожидание, которое не всегда нам нравится, доставляет нам дискомфорт, потому что мы ждем, мы хотим, чтобы быстро пришло то, чего мы хотим. Господь, но пусть терпение будет в нашем сердце, в нашей жизни, Господь. Во имя Иисуса Христа укрепи нас, чтобы мы могли ждать с терпением, Господь, как Иосиф, который ходил в терпении, как Ты, Иисус, ходил в терпении, Господь. И многие другие примеры. Мы молимся о терпении, Господь, во имя Иисуса Христа, потому что терпение или ожидание, оно изменяет нас, оно производит что-то в нас, когда мы ожидаем, когда мы доверяем Тебе, когда мы полагаемся на Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. И также пробуди нас к сегодняшнему дню, чтобы мы могли жить сегодня, ожидая будущего, ожидая ответов, чтобы мы могли жить сегодня, служить Тебе сегодня, Господь, наслаждаться присутствием Твоим сегодня, быть предлицом Твоим сегодня, Господь, полагаться на Тебя сегодня. Также удержи нас, удержи меня от коротких путей, От ложных путей, Господь, от путей, которые плохие, которые неправильные, Господь, легкие пути, плотские пути, Господь, когда мы идем на компромисс, когда мы понижаем стандарты, укрепи нас, Господь, чтобы мы могли быть удержаны от этого. Нам нужен Ты, Господь, чтобы удержать нас от легких путей. Нам нужно, чтобы Ты сказал нам, как когда-то Ты сказал своему народу через Исаию, что наше спасение состоит в том, чтобы мы вернулись и пребывали в покое. Мы хотим пребывать в покое, Господь, не бегать от места к месту, не идти на компромисс, но находиться в покое, в покое веры, пребывать в Тебе, Господь. И также мы молимся этой молитвой, сделай так, чтобы, Господь, я ожидал будущего, приготовленного Тобою, Господь, чтобы я уповал на Тебя и рассчитывал на то, что Ты приготовил не только мой сценарий, Господь, но Твоя воля пусть будет, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы я мог быть тем, тем играющим роль в своей истории, в своей жизни, кто, Господь, кто живет по Твоему сценарию, Господь, я доверяю Тебе и Твоему сценарию, и Твоей мудрости о моей жизни, Господь, во имя Иисуса Христа. И также я молюсь, напомни мне, напоминай мне, что я жду на самом деле, что я жду большего и того, что не может дать этот мир. Мы ждем многих временных вещей, Господь, но также мы ждем того, что вечно, того, что приходит с неба от Тебя, Господь. И помоги нам не забывать об этом, Господь, во имя Иисуса Христа. Я молюсь за каждого, кто сегодня слышал это послание, Господь, укрепи веру, надежду, упование, Господь, и пусть ожидание, это будет временем наслаждения, когда мы доверяем Тебе, Господь, когда мы стоим и мы знаем, что Ты сказал, Ты обещал, и Ты верен, обещавший. Но это время, которое мы проходим, Господь, время становления, время изменения, время огня, время, когда многое меняет нас, Господь, но мы доверяем Тебе, чтобы идти за Тобой во имя Иисуса Христа. Поэтому пусть ожидание в нашей жизни будет временем благословения, Господь, будет временем победы, Господь, когда мы живем сегодня, и мы благословляем Твое имя. С верой в сердце, с хвалой в устах, Господь, во имя Иисуса Христа, благослови Церковь и каждого из нас, Господь. Я молился вместе с Твоим народом и верю, что Твое Слово исполнится в нашей жизни во имя Иисуса Христа. И все расскажут Аминь.